Доброе утро, Оля. Доброго утра. Я желаю всем крымчанам. В городе героев всегда много интересного, всегда много новостей радует, когда они положительные, позитивные. Вот, например, недавно в Керчи зарегистрировали тысячный брак. Что еще это было? Свои сердца соединили Николай Соболев и Екатерина Дворянова о том, что еще интересного происходит в Керченском отделе ЗАГС. Нам расскажет руководитель Эмилия Шихбадинова. Эмилия Шереповна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как проходила церемония тысячная? Каждой паре мы относимся очень серьезно. Пару мы выбрали заранее. Для пары мы приготовили таинство. Наши молодожены писали письмо в будущее. Каждый из супругов пишал пожелания своей половинки о том, что он ему желает. Какой он хочет видеть свою жену или своего мужа через пять лет. Паре мы пожелали огромного семейного благополучия. И решили, что через пять лет на свою деревянную свадьбу они откроют эти записки и прочитают друг другу эти пожелания. Эмилия Шереповна, я знаю, что вас отмечают и золотые свадьбы. Как все это происходит? То есть керчане сами к вам обращаются. Как проходят церемонии? Каждой паре, которые проявили желание поучаствовать в нашем мероприятии, в чествовании юбиляров супружеской жизни, мы проводим отдельный праздник по отдельному сценарию. Все согласовываем с родственниками, либо с самой парой. Все проходит очень по-семейному. Учитываем все традиции каждой семьи. Зажигаем свечу, как огонь любви. Конечно же, передаем его хранительнице очага. Передаем свадебный рушник, каравай. Соблюдаем все традиции, которые были при заключении брака. Соответственно, обмениваем кольцами молодую семью. И, конечно же, вручаем повторно свидетельство о заключении брака. А были ли какие-то интересные случаи, необычные, вот в последнее время? За последнее время, я думаю, что это был первый раз в городе Керчь, мы чествовали юбиляры в супружеской жизни в 69 лет совместной жизни. Это атласная свадьба. Чтобы вы понимали, супругу было 93 года, жене 89. Пара из Абайкальского края. Они приехали сюда уже на пенсию. Они заядлые футболисты. Мы проводили им красивую футбольную церемонию вместе с футбольным клубом «Авангард» и с первоклассниками. А расскажите, как часто вообще керчане вступают в брак? Какова статистика? Тенденция такова, что сегодня все-таки мы идем к увеличению роста рождений и браков. Уже давно, еще, наверное, в октябре, мы уже перевалили за тысячу зарегистрированных рождений в городе Керчь. Накануне, в ноябре месяце, мы уже зарегистрировали тысячный брак. Тенденция, в принципе, идет к увеличению, чему мы не можем не радоваться. Эмилия Щелеповна, вот с открытием Крымского моста поменялась ли как-то ситуация? Стали ли приезжать к нам в Керченский ЗАГС гости с Тамани? Да, гостей у нас очень много. На сегодняшний день большую часть всех заключенных браков являются жители Краснодарского края, в частности, станицы Тамань. Мы очень рады этим гостям. Нам очень приятно, что они выбирают именно наш отдел ЗАГС и именно наш город, так как они считают, что наш город очень красивый, а такого зала бракосочетаний на их территории, к сожалению, еще пока нет. А были какие-то необычные таманские свадьбы? У нас была казачья свадьба. Для нас это тоже было впервые. Все женихи были одеты в красивые казачьи наряды, с соблюдением всех традиций, со свадебным рушником, с поклоном, со сватами. Было очень интересно. Расскажите немножко о статистике рождаемости. Я знаю, что юбилейную регистрацию детей вы тоже каким-то образом отмечаете. Вот как все это происходит? Да, мы выбираем пару. Пару мы выбираем неспроста. Каждому ребенку, которого мы регистрируем в органе ЗАГС, присылается определенный номер. Соответственно, это тысячный ребенок, зарегистрированный в органе ЗАГС. Для пары мы проводим торжественное вручение первого документа. Первого документа гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении. Конечно же, в присутствии гостей. Мы зачитываем все основные данные, которые присвоены ребенку. Вручаем родителям первый документ ребенка и рассказываем их права и обязанности перед этим ребенком и перед государством. Совсем недавно вы переехали в новое здание. Сейчас там продолжается ремонт. Как сейчас работает Керченский ЗАГС? Керченский ЗАГС работает в обычном режиме. Никак это не влияет на нашу работу. Мы также проводим текущую нашу работу, регистрируем браки, вручаем первые документы для новых граждан и проводим честные юбиляры супружеской жизни. Стараемся, чтобы ни один гражданин не был затруднен в нашей ситуации. А что в планах? В планах открытие зала торжественных событий, которого еще наш город не видел. Каким будет этот зал? И как скоро вы планируете все-таки представить его Керчанам? Мы очень надеемся, что к весне следующего года мы торжественно откроем зал бракосочетаний и с удовольствием пригласим всех вас, чтобы вы посмотрели. Это будет что-то новое и что-то очень красивое. Эмилия Череповна, большое спасибо за интересную информацию, большое спасибо за беседу. Коллеги, пока на этом все. Я передаю вам слово.